Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Немало описаний, объясняющих те или иные аспекты его существования, а уж в каком количестве инди-игр и фанатских роликов он появляется, вообще не посчитать. Для начала основная статья по SCP-49 чумному доктору не так давно была полностью переписана. Нынешняя версия получила приписку D, то есть информация в ней устарела и не считается более верной. Я хотел было прочесть на этом канале новую версию файла по SCP-49 вместо старой, но посмотрел в каком ворвиглазном состоянии находится её перевод сейчас на сайте русского филиала SCP и решил оставить это дело на потом. Надеюсь в будущем сообщество сделает хороший перевод, ну или может я переведу её сам когда-то. Кроме основной статьи есть ещё 22 рассказа на основном сайте SCP. Ну ладно, один из них это шуточный рассказ. Я пока не знаю как относиться к шуточным объектам и лол фонду на этом канале. Напишите, нужны ли ролики на эти темы. SCP юмористический. На самом деле это довольно большая часть фандома. Начнём с первой ссылки. Видимо, что там не один рассказ, а целых пять, связанных общим сюжетом произведений. На странице Смерть и Доктора есть такое вступление. В самом начале была Смерть. Затем, через Вечность, сразу как началось Мироздание, появились некоторые вещи, которые Братья Смерти не совсем понимали. Довольно странно, но одна из этих вещей это появление их самих. Рождённые в братских могилах времён Чумы, дети погребения навсегда должны и верны Смерти за то, что она дала им жизнь. Рождённые от конфликта и в конфликте. Дети погребения всегда пытаются создать мир, лишённый всего этого. Мир, где бы они сами были не нужны. Рождённые со знанием медицины и искусством лечения. Дети погребения назвали себя Чумными Докторами. Такое имя подходило им по многим причинам. На каждое исцеление, что они дают, приходит новая Чума. Это в самой сути их существование. Дети погребения желают только исцелять, но Братья Смерти имеют свои планы на них. Так и творится жизнь. Из этого текста мы сразу узнаём, что аномальные Чумные Доктора появились во время Чумы в Европе, что довольно логично. Также мы узнаём, что они связаны с самой Сущностью Смерти, а главное, что их много. Ну или по крайней мере несколько. За этим вступлением следует пять отдельных рассказов, раскрывающих всю суть данного монстра. Из первого рассказа под названием «Три короткие сказки про смерть» мы узнаём, как тяжелые будни Чумного Доктора. Ведь он вынужден повиноваться своему начальству, одному из Братьев Смерти, загадочным фигурам в чёрном, которые направляют Чумных Докторов в места, где массово гибнут люди, в места войн и эпидемий. В середине этого рассказа мы узнаём, в чём заключается истинная работа Чумного Доктора, о которой он сам даже не подозревает. Он оживляет мертвецов, чтобы в итоге они служили при дворе Алого Короля. Остальные рассказы на этой странице повествуют о работе Чумных Докторов, о том, как они ставят свои эксперименты, пытаясь найти способ излечить всех лучшим возможным способом, о том, какие они проводят операции и в каких монстров в итоге превращают своих пациентов. К слову, занятие экспериментами со своими подопытными создаёт какое-то сходство между Чумными Докторами и самим Фондом. И это прослеживается в новой статье по SCP-49, где после обновления авторы сделали Чумного Доктора весьма общительным и даже дружелюбным к Фонду. Теперь Доктор считает, что Фонд и он занимаются примерно одним делом, и потому охотно и много рассказывает о своей работе и работе своих коллег. В моём ролике по персонажам SCP, где я рассказывал о том, что скромника уничтожили, обосновывая эту версию рассказами о скромнике с сайта SCP, один комментатор написал такую точку зрения, что для рассказов канонов нет, и канон — это только то, что есть в основном файле каждого SCP, а рассказы — это просто дополнительные материалы, с которыми можно не считаться. В новой версии основного файла Чумного Доктора есть ссылки на некоторые из рассказов прямо в основном файле объекта, что делает их каноном, даже если придерживаться идеи того, что сами по себе рассказы не канон. Например, есть ссылка на медицинскую трагедию доктора Бартоломея. Это стихотворная средневековая баллада, в которой происхождение Чумного Доктора раскрывается с немного другой стороны. Там Доктор, будучи обычным человеком, желает помочь страдающим от Чумы людям. По пути в места, где бушует болезнь, он останавливается в тёмном лесу, где ему является сверхъестественное существо, которое предлагает научить Доктора самому эффективному способу лечения Чумы, для чего он должен всего лишь провести ритуал, в ходе которого обратиться к акушерке Алого Короля. На акушерке даже странно, вроде Мидвайв только так и переводится. Наверное, мы узнали о новом придворном Алого Короля. После проведения ритуала Доктор начинает лечить людей тем способом, который мы все знаем и любим. То есть, связь новой версии Чумного Доктора с Алым Королём можно считать вполне каноничной вещью. Кроме того, в нынешней актуальной версии в файле SCP-049 есть ссылки на рассказы о смерти, о которых я уже рассказывал. А что более интересно, ссылки на весь канон про Аллагаду, или Царство Повешенного Короля. Про Аллагаду на этом канале есть отдельный ролик, кто не в курсе, посмотрите. Итак, SCP-49 Чумный Доктор во время Большой Чумы в Европе был обычным доктором, который, желая уметь лечить людей от Чумы, заключил сделку с могучей сущностью из Аллагады, или Царства Алого Короля. SCP-49 не единственный в своем роде. Множество подобных других Чумных Докторов обитает при дворе в измерении проклятого короля. Чумные Доктора действительно считают, что они лечат людей, хотя на самом деле таким образом они приносят жертвы своему мрачному повелителю. Но все же это основной канон SCP, а что же есть в других? Несколько рассказов про Чумного Доктора в каноне SCP на Диком Западе. Чумный Доктор, гоняющийся за саркицистами и представителями культами хан, считая их одинаково больными. Еще несколько появлений в других канонах, о которых я буду делать отдельные видео в будущем. Вот такой персонаж этот Чумный Доктор. И помните, игры и видео с допросами это не канон. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok